МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Насколько я понимаю, интерес к древности стал проявляться к корням. Как-то тоже не сразу, постепенно. Когда стало понятно, что в современном обществе жить без корней очень тяжело? Когда стала потребность такая, что-то познавать из древности? Да, наверное, с самого рождения, на самом деле, да. Объясню. Потому как, допустим, там, где я родился, я в Черниговской области родился. Уже здесь мы жили, в Сочи, то есть просто здесь, как раз-таки в роддоме, стафилококк был, инфекция, и очень многие дети умирали. И поэтому моя мама поехала к себе на родину меня рожать. А моя мама из Черниговской области, в Арминский район, село Калиновец, царство небесное. Вот она там меня родила, собственно, акушеров не было. Вот я сам появился на свет, она меня положила к себе на грудь. И, соответственно, я сам задушал, пуповина пересохла, она сама обрезала пуповину. То есть все было как-то, знаете, так по-естественному, вот. Никто не помогал, к сожалению. А может, и к счастью. Вот. И, соответственно, вот я ощущаю, что у меня две родины есть, на самом деле. Вот та самая Калиновица в Черниговской области, я там себя ощущаю очень сильным. И вот здесь, в городе Сочи, где я, собственно, и вырос. Поэтому вот это ощущение, когда едешь на чужбину и не ощущаешь вот этого контакта с землей, да. Вот нужно войти в реку, искупаться в реке в любое время года, познакомиться с природой. Только тогда тебя... В этих природах. Да, да, да. Только тогда тебя вроде как пускают. Ну, я это прекрасно понимаю. И здесь такая история включается. История, видите. Вот. Значит, я пытаюсь скомбинировать современные... Ну, с чем-то нашим, да? Со современный язык, да, с нашим. Вот. К чему хочу свести всю эту историю? К тому, что пытливый ум был у меня с самого детства. С самого детства. Когда меня крестили, меня... Я в церковь войти не мог. Я перешагнул, меня голубь обдел, господи. Потом меня оттуда вынесли, мне стало плохо. В общем, там была целая история. Потом у меня потерялся крестик. Я второй крестик. Потерялся второй крестик. В общем, каким-то образом, как бы чудесным у меня это все... Ну, от меня как-то уходила. История. И я прекрасно понимаю, что я всегда любил природу. Вот, дикую природу. То есть, вот там луга, поля, озера, не знаю, горы, реки. То есть, для меня это... Я понимаю, что река несет себе энергию в море, а ее отбирает, эту энергию. То есть, если ты хочешь наполниться энергией, ты должен искупаться в реке. Если хочешь, допустим, отпустить что-то, да, искупаться в море должен. Я вот это вот как-то вот интуитивно всегда понимал. Вот. К сожалению, в современных, скажем, религиях очень мало, скажем, очень мало знаний о восстановлении организма, о реабилитации и всего остального. То есть, у нас очень глубокая культура. Я вот, допустим, изучал... Параллельно будем заниматься обязанностями, да? Один раз я травмировался, у меня была грыжа. Я изучил Белояр, мне было интересно очень, сделал комплекс упражнений определенных. И потом его постоянно практикую, и у меня нет грыжи. Честно, у меня очень здоровый позвоночник, причем к тому, что я очень серьезные нагрузки переживаю. Ребята, которые в два раза меньше нагружают свою спину, у них гораздо больше травм. Хотя мы знаем, что врачи, когда грыжа, у них два. Или к нам не приходи вообще, или мы тебя режем, и ты наш пациент постоянно. Да, режем, да. К счастью, даже современная медицина, вот сейчас уже у меня знакомый в Швейцарии, он как раз занимается реабилитологией, вот тоже такой проснувшийся хороший парень, очень добрый, открытый. Он в 90 случаях всем тем, кому показали операцию, он их восстанавливает без нее. У него такая своя практика как раз по позвоночнику, по порнодвигательной системе. Вот, и он также как раз рассказывал, что есть уже методика лечения грыж, там, одним уколом лечит ее. То есть, вкалывают укол, она становится аморфной, потом она втекает, там, как бы тело принимает, именно, скажем, правильное положение, она потом застывает, и, соответственно, человек встает и идет. То есть, никакой операции ничего не удаляют. Это очень хорошо. К сожалению, пока у нас и такой методики нет, но, думаю, впоследствии наша медицина все-таки, ну, перенимать этот опыт будет, и будет у нас здесь, как бы, внедрять, потому что с позвоночником, прочее у всех проблемы. Дело в том, что самая большая проблема, вот сейчас, человеческого здоровья, это то, что человек им не занимается. Необходимо все-таки, вот есть правило ПДД, вот для меня, я его сформировал, питание, дыхание, движение. Если ты одну составляющую из этого правила забыл, считай, что ты, ну, то есть, ты потерял свое здоровье. У нас, у нас неполное дыхание. Мы очень мало двигаемся и неправильно питаемся. Прошу прощения, в таких условиях сохранить здоровье. Тонус мышц, там, сердца, там, своей нервной системы, сердечно-сосудистой фактически невозможно. Необходимо заниматься собой. Вот, и поэтому вчера был День физкультурника, я как раз об этом говорил. Ребята, знаете, вот, как бы физкультурник, я вот говорю, вот, никогда не задумывался, почему День физкультурника проходит летом. А теперь я понял, почему. Ну, потому что почти весь год физкультурник работает на тело, а вот летом тело работает на физкультурника. То есть, тебя видно, вот, ты выделяйся из толпы, потому что ты работаешь над своим телом. Ты гармонично развит, ты энергичен. Ну, то есть, одни плюсы. По факту, одни плюсы. Вот, почему люди не занимаются собой, я не знаю, это лень. Ну, вот, это лень, как бы, порождает, в принципе, потом такие, знаете, вот по ходу к врачам, таблетки и все остальное. И потом, собственно, удивляются очень многие, когда вот у меня Виктор Леонидович, это мой тренер, ему 72 года, он через двухметровый забор с велосипедом перелазит. Вот, ну, то есть, жмет 140 килограмм, такой очень крепкий мужчина, потому что он здравомыслящий, он изучает историю, ему это интересно, он такой, скажем, очень глубокая личность, он экспериментировал с питанием, он правильно дышит, то есть, он все эту историю знает и, соответственно, ей, как бы, владеет. Вот, и вот, посмотрите, 72 года, и он не болеет, он хорошо двигается, он активный, в общем, ноги до 50 вообще не доживает, прошу прощения. Поэтому необходимо, конечно же, чтобы вот это не было порочной практики, как бы, начали резать позвоночник и его в тонусе держать. Это постоянно физические упражнения. Если хочешь быть здоров, упражняйся, закаляйся, позабудь о докторах. Ну, это факт. Мы не будем говорить, как называть канал, но по одному из центральных каналов, не будем называть ведущих, но одна из ведущих в медицинской программе сказала, что, знаете, иммунитет – это такая штука, но он от закалки не зависит, от питания не зависит. Вот надо прививки сделать, и будьте здоровы. Ну, не называем ни канал, да, но при этом вот такая есть уверенность, да, уверенность врачей. Мы все понимаем, какой это канал был. Ну, не будем пальцем показывать, как говорила мартышка, да, в мультике? Да, да, да. Вы знаете, иммунитет зависит от многих факторов, на самом деле. Это генетика, это место проживания, это питание, это, значит, воздух, это вода, которая, соответственно, это уровень двигательной активности. Допустим, чтобы активировать, чтобы увеличить уровень тестостерона у мужчин, да, ну, как бы для того, чтобы он стал более, скажем, темужественным, чтобы у тебя, скажем, росли мышцы, да, необходимо по две тренировки в день делать. Там, первую такую, скажем, не очень активную, вторую более активную. То есть ты активируешь свое тело, ты запускаешь анаболические процессы. Вот, многие там сейчас там за стероидами гоняются, за чем-то еще. Ребята, есть методики, есть методики, о которых просто все очень, значит, как-то быстро забыли. И причем забыли непонятно по какой причине. Методический материал был у нас и в 800 году, и в 900 году был замечательный методический материал, как развить силу, выносливость, скорость и все остальное. Как раз он был более глубокий, чем сейчас. Вот. И он как раз-таки опирался на базовые знания именно физиологии. Вот, значит, вот именно опорно-двигательного аппарата, значит, мелких мышц, вот микромышечного аппарата. То есть как раз-таки было всестороннее, скажем, всестороннее культура тела. То есть и изучение, и подход, как его содержать в порядке. Да, да, да. Потом, когда появилась фармакология, ну, как бы смысл в этих методиках отпал. Потому что можно делать базовые упражнения, и ты все равно растешь. Вот. Но тут какая штука, как мне вот многие говорят, вот я перестал там, я вот начал питаться по-другому, там, начал там двигаться по-другому, и теперь я вот похудел. Я говорю, ребят, вот я не похудел почему-то. Потому что то, что я набрал, и это, это мое. То есть я в школе весил 94 килограмма, я все время занимался физической культурой. То есть я был очень, очень активный физически. Набор вашей собственной мышечной массы в год, это 1-4 килограмма, не больше. Если вы набираете в год 20 килограмм, прошу прощения, вот становитесь таким атлетом налитым, а потом это у вас вода с вас уходит, прошу прощения, как набрали, так и ушло. Тут надо понимать. Если вы хотите быть похожими на атлетов каких-то, да, ну, от кого там фанатеете, кто вам нравится, вы должны, как мне кажется, прежде всего понимать, что это процесс длительный, не один, не два года. Это 3-4 года, как минимум. Вот пока вы наберете определенную форму, и эта форма будет работать на вас. Эту форму можно, как бы, даже нужно правильно набирать, правильная методика, опять же, для питания, дыхания, движения. Вот, именно по этой схеме, именно так у вас будет счастье, и вы будете жить долго и счастливо, на самом деле. Потому как, допустим, я помню своего дедушку, который там был, он постоянно работал, у него на ладони не было ни линии жизни, ничего, просто мозоль. И он эти вот монетки гнул, гвозди там, как бы, закручивал, запороз поднимал, то есть, причем на одной ноге фактически у него там в одну ногу был ранен, и у него не было коленного сустава, вот так он проходил всю жизнь. Он один выкапывал погреб там за пару дней, там, в общем, он был очень силен физически, вот. И он активность, вот сознание, вот до конца своих дней сохранял. Был очень культурным, скромным, веселым человеком. Вот, это мой, скажем так, не кумир, это мой объект для подражания всегда был. У меня не было кумиров в спорте, то есть, ну, мне, допустим, нравился Сан Саныч Карельный, потому что он такой, ну, вот, как эталон русского мужчины, потому что он брал там, да, и, как бы, он без вариантов выходил и побеждал. Ну, как должен делать, как бы, собственно, вот, наш, скажем, гражданин нашей великой страны. А так вот, чтобы именно вот, вот, по каким-то там данным, вот, личностным, да, конечно же, это был дедушка. И благодаря моему дедушке у меня нет вот этих вот, знаете, есть в сознании какие-то определенные шаблоны. Если ты живешь шаблонами, они тебя останавливают, они не позволяют тебе раскрыться полностью, то есть, они тебя закрывают. Вот, чтобы полностью раскрыться, необходимо эти шаблоны убрать. Так вот, почему у меня нет шаблона? Потому что я смотрел на своего дедушку и видел, что та физическая сила, которую обладают современные атлеты, и та, которую обладал он, это совершенно разная физическая сила, он был гораздо сильнее. Что он ел? Фрукты, овощи, там, ну, там, конечно же, он не был вегетарианцем, то есть, они там, как бы, забивали поросенка, ели поросенка, но это, как бы, культура такая была, там, сало, вот, там, иногда, там, 50 грамм водочки, да, вот. Но это, это, скажем так, это, это продукт вот той, как бы, культуры, ну, вот, которую нам когда-то навязали, да. Вот, но тем не менее, вот, 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 вот та сила и здоровье, это было набрано именно трудом и работой над собой. Вот, поэтому, поэтому я прекрасно понимаю, что то, что я набрал, это будет всегда со мной, и то, что люди, которые действительно правильно относятся к набору мышечной массы, силы, скорости, там, и вот этих, скажем, определенных, значит, физических качеств, я понимаю, что именно эти люди потом просто будут вот этот вот, вот эта любовь к физкультуре, к спорту потом только в массу нести, к здоровому образу жизни. И именно эти люди должны понимать очень четко, что такое русская баня, как раз-таки, почему? Потому как это люди интуиты, потому что они вот эту, как бы, линию они чувствуют и по ней идут. То есть, а, как бы, те люди, которые хотят быстро получить результат, конечно же, ну, им, собственно, баня, что баня, что сауна. Спортсмены для Дневка, да? Который сейчас, вроде бы, добрался, а завтра исчезли. Очень многие такие спортсмены, есть очень много, там, и призеров, и олимпийских игр, как-то странно мыслен, да, вот, как-то в таком, как бы, ключе. Я всегда, как-то, немножко обожествлял вот этих вот, как бы, людей, которые на, скажем, на Олимпе. Ну, как бы, на спортивном были. Ну, понятно, поднялись к этому. Да. Ну, вот сейчас, как бы, столкнувшись, да, как бы, ну, есть действительно уникальность, уникальность личности, прям, вот личность из большой буквы. А есть просто совершенно посредственные люди, я не понимаю, каким образом они, в принципе, там, появились, и каким образом они, ну, в принципе, я знаю, я не буду озвучивать, вот. Но такие есть, как бы, люди, которые думают шаблонами, мыслят шаблонами, и всех остальных шаблоней. Это, это просто полный бред, к сожалению. Вот. Нужно жить без шаблонов, как бы, не навешивать шаблоны на русскую баню, на русскую культуру. Вот, я не знаю, там, значит, появился там у меня там, ну, я был, сейчас скажу, я был в Горной Шоре. Там есть такой ресторан, там, там, вот, именно богов, там, интересно, азбука наша, вот. Ну, я там сфотографировался, и кто-то мне пишет, это, это вот, уже, типа, как, чуть ли не, как он сказал-то, какой-то, значит, национализм, что-то, что-то такое начал. Я говорю, господи, да это культура, я же никому это не навязываю, это просто культура, скажем, наша с вами культура, мы ее должны сохранить. Народ, не имеющий национального самосознания, есть навоз, на котором простают другие народы. Это великий человек, сказал, великий. И еще много есть великих выражений, более жестких по данному вопросу, но я, как бы, цитировать не буду. Это очень хорошая, цитируемая, скажем, фраза, которая в полной мере показывает, что есть, собственно, как бы народ без национального самосознания. Действительно, это навоз. Вот здесь, наверное, стоит отметить, что наша страна многонациональна, и все нации равны. И поэтому, если кому-то разрешено свою культуру поддержать, мало того, поддержать, ее еще помогают развивать, вкладывают деньги, то вопрос, почему тогда, когда вот мы с тобой сидим, и, например, вдруг нам захотелось вспомнить свою старинек, нам кто-то может подождать и сказать, ты националист в плохом смысле этого слова. Ну, я бы так не сказал. Есть люди здравомыслящие везде, в каждой нации. Я вообще считаю, что, допустим, вот у спортсменов нет ни национальности, ни религии. Это мультирелигиозные, мультинациональные личности. То же самое у личности тоже нет, именно у личности с большой буквы. У них нет ни национальности, ни религии. Это люди, которые очень глубоко понимают суть собственной этнической принадлежности, да, и прекрасно понимают суть этнической принадлежности всех остальных людей. На самом деле у нас культура одинаковая у всех. Есть покопаться глубоко, мы не разные. Это, вот, скажем, мы, у нас фактически одно и то же. Я говорю, я поехал в Перу и там удивился настолько всему увиденному. В общем, поехал на Алтай, то же самое. То есть везде одни и те же следы. У меня есть, как бы, вот, друзья, адыгейцы, дагестанцы, чеченцы, карачаевцы. У них, у нас, у всех схожая культура, на самом деле, схожее наследие. Другой, значит, момент, что есть определенные личности, которые подрывают вот это, как бы, скажем, межнациональное единство, да, действительно, какими-то непонятными лозунгами и определениями. Причем со всех сторон. Со всех сторон, да. Что с нашим, что с их, да. Но, это, опять же, говорю, есть личности с большой буквы, а есть вот такие вот, скажем, подрывники. Но, мне кажется, пока подрывников несколько больше, потому что, в принципе, формат личности, это очень редкий формат. Но, опять же, я надеюсь и уверен, что с каждым годом их все больше становится, люди просыпаются все-таки, потому как у нас обилие информации. У человека такой штурм мозговой, он понимает, что это, это информация, поступает это. И тут он начинает уже анализировать. Если он достаточно здравомыслящая личность, он проанализирует и сделает правильный вывод по данному вопросу. Правильный вывод. То есть, как бы, не ходят там, как этот, мационалисты, там, пошли там, значит, бить все татуировки какие-то там, все там, повязки вязать или что-то еще. Нет, ни в коем случае. Тут необходимо изучить культуру, культуру наследия, откуда ты произошел, кто твои были предки, кто твои будут потомки, кто были предки тех людей, значит, на которых ты, я прошу прощения, волну катишь или бочку там, как, вот. Я буквально вчера видел интересное обращение одного украинского боксера, он говорит, пожалуйста, как бы, дорогие украинцы, пожалуйста, не оскорбляйте русских боксеров, мы один единый народ, у нас одни единые корни. И в спорте нет политики, избавьте спорта от политики, пожалуйста, я вас, говорит, прошу, дякую. И, в общем, вот, очень правильное обращение, очень правильный молодец спортсмен. Всегда говорю, Россия, Беларусь, Украина – один народ, господи, и у нас одни и те же, скажем, традиции, одна и та же культура. Давай проще скажем, есть такое понятие «братья по крови». «Братья по крови», да. Вот мы, братья по крови. Нам ссориться вообще не к месту. В общем-то, и чего нам делить-то? Да ничего, да. Вот ты здесь упомянул про питание, так вскользь, про движение понятно, тренировки тоже понятно. Вот питание – это, наверное, такая больная тема, которая тебе постоянно подходит. И один вопрос – а сколько вы едите мяса? Нет, у меня никто не спросит, сколько я уже мяса ем, потому что все знают, что я его не ем. Вот. Мне очень было лестно понимать, что очень большие, великие люди, именно в плане, в мировом сообществе, являются веганами. Вообще веганами. То есть те, которые ни молочку не едят, собственно, ни, скажем, продукты, скажем, животного производства вообще, в принципе. Даже мед не кушают. Вот. Фрукты, овощи там как-то как бы комбинируют там, но, ну, как бы, скажем, не эксплуатируют животных, можно так сказать. Вот. И когда они приехали, сейчас снимается очень интересный фильм. Вот. Он документальный, он очень серьезный. Я в нем принял участие. Вот. Как раз я познакомился тоже с веганами, тоже с интересными спортсменами, которые здесь действительно уникальны. То есть ты не уникальный в этом отношении? Да нет. Как, в чем моя уникальность? Значит, только в том, что я, скажем, проснулся и успел это как бы применить. Вот. Как бы за 4 года, вот, я олимпийского цикла, я был вегетарианцем, веганом, там, сыроедом. Ну, в разные периоды по-разному питался. Но, но вот, вот, мясо не употреблял вообще, в принципе, да, и поднялся в уровень, скажем, физического совершенства на совершенно иной уровень. Вот. Как бы это ни звучало, это факт. Это факт. Два олимпийских золота это доказывают. У нас вся команда такая была в таком хорошем тонусе. Вот. И, соответственно, ну, я брейкман. У меня там такая, скажем, да-да, все выходит. Вот. Про как раз этот фильм ты начал рассказывать, тебя перебил. Вот приехали вот эти интересные люди. Что это за фильм? Я сейчас не буду его озвучивать, потому как есть маленькая интрига здесь. Ну, это фильм, который выйдет на широкий экран. Вот. И там очень серьезные режиссеры, продюсеры, таблатили Оскаров. Они как раз в этой истории, они как бы задействованы. Ну, хорошо. Тогда про людей, которые ты познакомился. Вот что-то о них, что-то общее нашли? Ну, конечно же. Есть один стронгмен, который веган. Он там, он просто там переворачивает машины. Он обладает такой физической силой, что, прошу прощения, ни одному, скажем, традиционно питающемуся человеку, ну, им, скажем, далековато. Потом был боист без правил в UFC. Он тоже как-то перешел на определенный тип питания. Он стал гораздо более выносливый и, скажем, такое, ну, как пуле не пробиваем, можно так сказать. Ну, соответственно, я. Потом там еще, там есть люди, которые просто показывают всему миру, что, ребята, очнитесь на самом деле. Мы не уникальны. Вот я, вот он, вот он. Вот этот еще человек, который... Уберите, уберите шор из головы. Уберите, да, ссоры с головы, да, уберите вот эти шаблоны. Шаблонов быть здесь не должно. Вы должны изучать, вы должны изучать, как бы, собственную бытность, да, как бы, собственную жизнь. То есть, не изучая, то есть, пространство, которое вас окружает, не изучая себя, вы просто зря жизнь проживете. Вот. А как раз изучение, это как раз вот копание в истине, понимаете? То есть, тут необходимо, скажем так, уход к корням, как раз это, вот, скажем, очень глубокое копание в самом себе изначально. Вот когда ты докопаешься до какой-то сути, вот у тебя начинает просыпаться такая нотка здравомыслия. Ты начинаешь искать информацию. Какая-то информация сразу улетает, потому что ты видишь, что там фанатики, маньяки, кто угодно. Это остается, это не остается, это уходит, это тоже остается. И ты, вот, скажем, вот, поэтапно смотришь, как бы, наблюдаешь. То есть, ты становишься наблюдателем, вот, таким, скажем, наблюдателем-экспериментатором, вот. И как раз-таки, вот, питание уже, вот, вот, правильная история с реабилитацией, баня, с поиском корней, там, вообще, здравомыслия, она к тебе прям приходит, ну, вот, как, ну, как, не знаю. Вот здесь, наверное, стоит еще обратить внимание на традиции, на которые часто ссылаются те, кто, ну, скажем так, не совсем или проснувшиеся люди, или не совсем наши друзья. Говорят, русские всегда пили, русские всегда жирали мясо, и вот они всегда... Секундочку. По поводу, по поводу традиция. Традиция – это система каких-то убеждений, каких-то убеждений за какую-то определенную единицу времени. Вот, ну, сформировалась она, там, сто лет назад, там, да, в течение 50 лет. Ну, и разве это является традицией, прошу прощения, какая-то такая, она не очень глубокая традиция. Значит, можно копаться дальше, когда-то еще какая-то, значит, традиция была. Давайте сейчас подумаем, вот, допустим, в Японии был, как бы, значит, ганнибализм до 50-го года, до 50-го, по-моему, четвертого года. Как бы, печень врага съесть, это было здорово. Ну, по плану огневедения тоже там... Ну, там, да, там, как бы, там до сих пор они этим не грешат. Да, поэтому слово, как бы, традиция, ну, такое достаточно, ну, вот, особенно в том аспекте, в котором они это говорят, эти люди, ну, как мне кажется, оно, как бы, не очень сильное, вот так сказать. То, что культура, культура, это более глубокое слово. Поэтому, вот, нужно идти в поиски культуры, вот, и тогда ты поймешь, откуда вообще сформировалась традиция, почему она сформировалась, кто ее формировал, вообще, в принципе, вот эти все устои, убеждения, как бы, вы знаете, я сам являюсь сейчас информационным поводом. Говорю одно, как бы, пресса, вот, немножко, скажем, вот не то же перевирая, да, описывая мои слова, они могут описать это совершенно в ином ключе. Поэтому, являясь информационным поводом, я вижу, как, вот, вот, те информационные события, которые, значит, происходят со мной, каким образом они искажаются. Представьте, что было 500 лет назад, 1000 лет назад, там, 100 лет назад, 50. При мне два раза поменялись учебники истории, при мне, вот. Поэтому, как-то, вот, допустим, доверять истории, ну, я не знаю, можно, да, есть какие-то определенные факты, но, как бы, тут надо более глубоко изучать. И, что, собственно, является предметом, как бы, именно той самой традиции, то, что, там, мы пили, курили, там, не знаю, в общем-то. Это, кто-то сказал, что мы в 800-м году с пальм слезли, ну, с деревьев, но это тоже такая достаточно, скажем, несуразная информация, вот. Вот, поэтому, ну, это не традиция. Надо идти по пути поиска, значит, возрождение культуры. Тогда мы поймем, что, откуда, вот, какая, скажем, традиция возникала. Когда сказал парень 800 лет, прям хочется процитировать, а кто такие были славяне? Ну, почти звери, не люди, да, люди второго сорта, говорящие в непонятном языке. Опять же, не будем пальцем указывать, чтобы не создавать какие-то преценеты. Ну, есть это, да. Хорошо, давай вернемся все-таки в бане. Когда же все-таки у тебя пришла в голову мысль и по какому поводу, чтобы включиться вот в этот фестиваль, в этот форум и уже представлять его? Вы знаете, я прошу прощения, ты знаешь, я включился уже совершенно, ну, еще в том году. Я уже в том году здесь награждал, я был в оргкомитете, но не возглавлял. Вот, это, понимаешь, это национальный бренд, вот, как вот у нас есть здесь дольмены, да. Вот, почему вот этно-туризм мы не развиваем, но он у нас не развивается, потому что, собственно, есть такие компании, как, ну, скажем, мета-компании, которые контролируют, как бы, цены на транспорт и так далее, вот. И, соответственно, путешествовать по нашей стране, нашим согражданам просто невыгодно. Дороже, чем съездить туда, да? Да, да, я вот съездил на Алтай, я потратил там очень много денег. То есть я за эти же деньги мог поехать в Папуан-Обвинению, там, в общем, как по Пуасам. Вот, поэтому очень странная эта история, и эти рамки надо убирать. Человек должен понимать и видеть ту страну, в которой живет. Вот этот вот этно-туризм, его надо, скажем, слово развивать, нехорошее слово, сейчас скажу. Ну, почему? Развить, усилить, продвинуть, рассказать о нем. Продвинуть, продвинуть, можно так сказать, да. Рассказать об этно-туризме, да, и, как бы, соответственно, им заниматься. Заинтересовывают людей? Люди заинтересованы на самом деле, просто, опять же, вот эта вот история с логистикой, да, с плохой, она вот присутствует, к сожалению. Вот, я с этим столкнулся, и то меня, как бы, встречали люди, да, там, мне помогали. А я представляю, что происходит с людьми, которые просто приезжают туда, и вот, как бы, скажем, дикарями пытаются, ну, вот это, скажем, исследование провести. Вот, посмотрите на матушку, скажем, Россию, ну, вот, в такой, именно, с глубокой точки зрения. Они, я думаю, через недельку там пребывания, там, начинают уже, Господи, плеваться. Просто. Ты знаешь, когда ты об этом говоришь, мне вспоминается шутка, как в КВНовской, я не так давно ее услышал, просто и поплакал, и посмеялся, то, что называется. Богатые, значит, бедные люди едут в Испанию, а богатые в Крым или в Сочи. Да, скорее всего, так и есть, значит, Крым или в Сочи. Но, я думаю, Крым, это пока там, можно сказать, что это отдых не для элиты, там, в принципе, совершенно просто все, устроено. Но деньги, знаешь, берут, кажется, такое ощущение, что у него простому, там, пятизвездочек, какой-то отель иностранный. Я там не был, к сожалению, вот, как бы, хотя мы и соседи, вот, в Сочи, ну, я здесь живу, поэтому не могу сказать, что здесь дорого. Ну, как бы, долететь до сюда в сезон, конечно же, тяжеловато, честно скажу. Поэтому есть определенные, скажем, проблемы, которые надо решать, но я думаю, они будут постепенно решаться, потому как все-таки есть у нас антимонопольная служба, которая должна заниматься все-таки, как бы, делом. И как раз-таки, вот, как раз-таки, регулирование цен на перевозки, как раз их задача, собственно. Поэтому я надеюсь, что через какое-то время все-таки антимонопольная займется, и мы сможем наслаждаться нашей страной, вот, путешествуя по ней. А мы, наверное, всем миром поможем ей заняться этим вопросом. Будем стараться, да. Хорошо, давайте я больше терзать не буду так долго, потому что там сейчас программа идет, хотя можно говорить на этой теме бесконечно с тобой. Это человек очень интересный и вдумчивый, что мне очень нравится. Давай, наверное, поступим так, как мы всегда поступаем. У нас на радио и у фонда «Сварок» есть такая традиция. Выступающий, что-либо говорящий, желает тем, кто его слушает или смотрит, что-либо такое хорошее, душевное от себя, чтобы душа развернулась. Вот что можно пожелать радиослушателям Народного славянского радио и зрителям фонда «Сварок»? Я хочу пожелать только одно здравомыслие. Все? Все. Здравомыслие? Да, нет. Можно упиваться в словоблуде, грубо говоря, но слово «здравомыслие», оно очень для меня, очень глубокое, потому как через него мы становимся личностями с большой буквы. Поэтому здравомыслие. Благодарю. Добра. Благодарствую. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok